Я для суда много говорить не буду, по-моему, это не имеет никакого смысла. Вы все и так все прекрасно знаете, и прокуроры, и судьи, и все прекрасно понимают, что я невиновен. И для меня это все в парке, к сожалению, это так. Все все знают, но продолжают делать вид, что так надо, что так и должно быть, хотя без сомнений это дело не имело бы шансов дойти даже до суда, если бы законы соблюдались. Нельзя не знать и не понимать происходящего, живя в этом городе, дышать тем же воздухом, что и все мы. Но в то же время и я, и мои адвокаты, и адекватные люди в целом, зная, что в политических делах в России, а в общественной деятельности, даже в защите экологии, который зовется у нас в политике, что в политических делах решения принимают не судьи. Наверное, вы профессионально выполняете свои обязанности в каких-то других уголовных процессах, связанных с, я не знаю, с рабством, с убийствами, с чем-то, но не здесь. Здесь у всех свои роли, как у вас, так и у прокурора. Это мое мнение, и я могу это утверждать, исходя из десятых процессов по административным нарушениям, где судьи после заседания говорили мне, ну, а что мы можем, нам сказали, мы делаем. Да, я могу их понять, но если все играют свои роли, то я не играю, потому что это моя жизнь, я хотел бы прожить ее достойно, достойно и счастливо, занимаясь любимой работой, детьми, общаясь с прекрасными людьми вокруг, видимо, как и все мы, наверное. В прекрасной стране, кстати, где могли быть честные выборы, где оппозиционеров не травят в прямом смысле ФСБшники, но так не получается, потому что уже три года идет это позорное дело с домашним арестом на полгода, ограничениями, подпиской, и еще год до того административные дела с арестами и обязательными часами. Все это не дает нам невозможно нормально жить. Я знаю, что это не ваша вина, конечно же, но, к сожалению, вы всем этим участвуете, принимаете участие, это тоже ваш выпуск. Я скажу для тех, кто все это время был рядом, кто бок о бок со мной боролся с нашей помойкой значительной Валовичей, кто борется за честные выборы, за Россию будущего, за права человека, за жизнь с этими правами человека в России будущего, для тех, кому это важно, и это тоже их выбор. Все, что сейчас уже происходит, уже было в истории не раз. Чуть больше полутора столетий назад Беринский в письме Герцину писал, что успехи мерзавцев всегда вполне объяснимы. Цитата «Они поступают с честными людьми, как с мерзавцами, а честные люди за это поступают с мерзавцами, как с людьми, которые условно во сто раз честнее их, честных людей». И тогда и сейчас это актуально. Пока было противостояние Валовичев, мы действовали открыто, не нарушая законов, и наоборот, препятствовали нарушению законов, и требовали права на жизнь и на чистый воздух. А в ответ нас увозили в полицию, выписали штрафы, давали сутки административных арестов, и, наконец, горьковая про это не отдела. Нет смысла рассказывать его суть, кто следил, все это знает, но все же совсем немножечко. Мое последнее слово, оно вряд ли будет последним, возможно, оно первое, потому что я всегда говорю, говорю и буду говорить ровно то, что думаю, что считаю важным, а сейчас это в России преступление. И, может быть, звучит пафосно, но я честный человек и говорю правду. И сейчас скажу, я не виновен, потому что не может быть виновен тот, кто отставил права своих детей, ваши права, кстати говоря, и прокурорные судей, в том числе, ваших детей на чистых воздух, на чистых людях, и, возможно, жить и быть здоровыми. Законными методами, данными нам в Конституции. Да, я не похож на Юрия Деточка, и говорить, простите, я так больше не буду. Нет, то я не смогу. И, кстати, если представить Деточкина на моем месте, то он, чтобы достичь справедливости, должен был, вероятно, темными ночами забирать с помойки воловочек мусора и возить в огороды чиновников и силовиков, организовавших всю эту историю. Но, к счастью, я не он. Мы не знали, что мы доходились до такого жуткого состояния, когда по всей стране силовики и чиновники в префектных целях коррупции, удержания власти, это все преступления. Любым способом пытаются заткнуть его честным людям, ищут справедливость, справедливостью, отставившим свои правообразные сферы жизни, густую экологию, выбора медицины, ЖКХ. Нас сажают, выдавливают за границу, сбут машины и дома, избивают, иногда убивают. Это все делается с молчаливого согласия или под непотребительным средством контроля даже при участии действующей власти. Как и в случае с нашей помощью воловочек, организация незаконной работы которой были причастны как на роли видят и губернатор Воробьев, министр онкологии Коганов, который сейчас в Госдуме, так и руководство нашего ФСБ в лице Филатова, равно как и руководство колонийской полиции в лице Заверева, и они же организовываются, не приковали мое дело. И всем здесь понимают зачем. Там много чего намешано, но основное это деньги. Я уверен, мы зарабатывали на нашем здоровье Заверев, тысячи тонн мусора, сотни тысяч тонн. А я весь протестующий город и вмешали. Ничего личного, просто бизнес. Ну и как тут не вспомнить Смазделинского, относительно, происходящего. За свои права над бороться, значит быть не может. Мы боролись за чистый воздух и решили одну проблему. Она образовалась другая. Гигантская областная помойка в мячике, которую город называют перерабатывающим комплексом Юг. Что он там перерабатывает, большой вопрос. Но он уже накрывает не только самые ближние деревни, а доходит до Черкизовой Бесков, это уже несколько километров. Не сомневайтесь, что она дойдет и до города, и придет в радужный, дальше старый город, розовый ветров, как раз в нашем направлении. Так начинали с Валовича. И все мы помним, как тяжело было так разрешать. Так будет и тут, если не бороться. Если не организовывать сопротивление всеми законными местами, и не консультироваться всем и всяким. То же касается и мусоросжигательного завода Свистякина. Ведь если он действительно откроется и начнет работать, то все мы будем находиться под угрозой отравления диоксидами, несущими онкологию, мутации, смерти. Ведь разве это можно допустить? Если мы собираемся здесь жить, то нет, то нельзя. И опять в суду, еще буквально одно. Если вы готовы взять на себя ответственность, и согласиться с обвинительным приговором, то сделайте это, пожалуйста, достроено. Возможны наказания в виде обязательных работ или штрафов и так далее. Нет, дайте реальный срок. Давайте уже сделаем этот фарс максимально, доведем его до совершения еще в абсурдах. И вынесем такое решение, если вы действительно считаете, что я виновен. И последнее. Журналисты меня часто спрашивали, а если бы была возможность повернуться, ты обратно сделал бы то, что делал бы тогда, в 2018. Я всегда обречал «да», потому что когда война, мужчина должен защищать своих близких. Я умею защищать, видимо, и сделаю бы, но. Ну, возможно, был бы умнее и давал меньше шансов завести такое уголовное дело, которое он меня не предупреждал, все-таки ленивый, но все равно делал бы то, что делал. Ну, потому что так воспитывали. Ну, и политических заключенных не должно быть свободно всем физическим заключенным. Василий Михайлович, все подаряется в совещательную комнату для постановления Дома-Девкина. Да, вы. Хорошо, так сказать. Этот Дома-Девнат будет в вашем суде 14 октября. Давайте 14, наверное. Хорошо. Продолжение следует...